Тигры и тигрята Часовая программа заявлена организаторами. Это 30 ярких тематических номеров. На этом празднике можно не только созерцать, но и активно участвовать. Мастер-классы для всех желающих. Например, зарядка на батутах от профессионального фитнес-тренера собирала толпы людей. Я была на зарядке здесь. Мне нравится здесь, здесь интересно. Мы здесь с сестрой, с моими родственниками. Отдыхаем, ходим, смотрим все. Накорми тигра. Название другой тематической площадки. Лакомили хищника отнюдь не мясом, а выступлениями спортивных федераций. Между зрелищными представлениями уссурицам рассказывали интересные факты из жизни полосатой кошки. Можно поддерживать спортсменку аплодисментами. Различные федерации, начиная с китайской гимнастики Тайдзи Цюан, также федерации клуба. Это и рукопашный будет, и квандо, и танцоры различные, и чир-спорт, и пауэрлифтинг, и единоборство, конечно же, в которых присутствуют повадки, удары тигра. На центральной площади города все желающие могли присоединиться к сбору большого пазла с изображением символа праздника. Сто сегментов нужно собрать воедино. И взрослые, и дети с увлечением искали подходящую деталь. Подрастающее поколение знает не только, как выглядит краснокнижный полосатый, но и как живет. Я собираю пазлы. А что на пазле изображено? Тигр. А что ты знаешь о тиграх? Что это хищное животное. Оно живет в лесу, питается мясом, бегает быстро. Уссурийск – второй город в России после Владивостока, где ежегодно День тигра отмечают с размахом. Идея проведения торжества в Приморье возникла в 2000 году. Это своего рода способ привлечь жителей всей планеты к проблеме сохранения на земле редкого хищника амурского тигра. За последние годы популяция этого представителя семейства кошачьих увеличилась в 10 раз. В Дальневосточной тайге живет 600 особей. Из них около 470 обитают в Приморье. Марина Роман, Антон Войцеховский, Телемикс.